Всем привет, Джейсон снова на связи. Сегодня у меня для вас еще одна новинка от компании Deepcool. Это процессорный башенный кулер АК620. Давайте знакомиться. Сразу хочу уточнить, у меня версия без крепления для сокета LGA1700. Для получения бесплатного комплекта крепежа следует заполнить форму на сайте компании Deepcool, подтвердив факт покупки одной из совместимых систем охлаждения и соответствующей материнской платы или процессора в исполнении LGA1700. Ссылочку на страничку с данной формой оставлю в описании. В будущем комплект крепления для сокета LGA1700 станет частью стандартной комплектации. Также комплект можно будет купить отдельно. Итак, в комплекте подставки моей версии находится универсальный металлический бэкплейт, два набора крепежа, один для AMD, другой для Intel, Г-образная отвертка, разветвитель для вентиляторов, шприц с термопастой и руководство пользователя. Технические характеристики кулера перед вами. Deepcool AK620 – это классический башенный кулер с двухсекционным радиатором и двумя вентиляторами. И если говорить о его внешнем виде, то мне он по нраву, так как я люблю прямоугольные формы в дизайне. Размеры кулера в полностью собранном виде такие. Высота – 160 мм, ширина с учетом крепежных скоб – 129 мм, глубина – 138 мм. Хочу заметить, что с такими показателями он поместится во многих корпусах формата металла. Вес кулера почти 1,2 кг. Что касается конструкции, то здесь все просто и понятно. На шестимедных никелированных тепловых трубках диаметром 6 мм напрессованы две секции алюминиевого радиатора. Охлаждается все это дело с помощью двух вентиляторов. Один вставлен между секциями, а второй размещен на внешней секции. Так как радиатор симметричен, вертушки можно крепить с любой стороны, причем если нужно, то можно и третью здесь приладить. Сверху на каждой секции установлена декоративная пластиковая накладка. Снимается она достаточно легко, и мне кажется, за счет этого для владельцев 3D принтеров здесь появляется некая возможность по внешней кастомизации кулера. Хотя как по мне и эти накладки выглядят стильно. Сами же держатели накладок прикручены к пластинам винтами под шестигранник. В каждой секции по 50 пластин. Нижние пять имеют более узкий профиль. И как я понимаю, это сделано для лучшей совместимости с модулями оперативной памяти, у которых высокие радиаторы. Хотя может я и ошибаюсь, обязательно проверю это во время сборки системы. Также бросается в глаза то, что внешние торцы радиатора имеют переменную высоту. Тепловые трубки контактируют с крышкой процессора через медное основание, покрытое слоем никеля. Контакт трубок с основанием происходит посредством пайки. Изначально на основании присутствует наклейка, защищающая его от повреждений. Ее нужно не забыть снять во время монтажа. Площадь основания составляет 42 на 39 миллиметров. Качество обработки хорошее, полировки нет, но и следы фрезеровки тактильно не ощущаются. Имеется небольшая выпуклость точно по центру. Отпечаток полученный на процессоре i7-11700KF перед вами. Дипкулок А620 оснащается двумя фирменными 120-миллиметровыми вентиляторами FK120, которые крепятся к телу радиатора при помощи металлических скоб. Выполнены они на гидродинамическом подшипнике. Толщина рамки вентилятора составляет 25 миллиметров. Около крепежных отверстий присутствуют резиновые демпферы. Вентиляторы выполнены полностью в черном цвете, никакого RGB. Доступный диапазон скоростей от 500 до 1850 оборотов в минуту. Регулируется при помощи шим. Кабель питания плоский, имеет 4-пиновый разъем и длину 260 миллиметров. Напомню, что в комплекте есть Y-образный кабель для подключения двух вертушек к одному разъему на материнке. Его длина 450 миллиметров. Для теста Дипкул А620 соберу систему на базе процессора Intel Core i7-11700KF и материнской платы Asus ROG Maximus 13 Hero. Видеокарта будет использована Asus ROG Strix RX 6700 XT. И конкретно за эти топовые железки предоставленные для данного теста, хочу поблагодарить компанию Asus. Также хочу поблагодарить компанию Patriot за предоставленный комплект оперативной памяти серии Blackout. Это у нас набор на 16 гигабайт с частотой 3600 МГц и таймингами CL18. Высота модулей 40 миллиметров. Блок питания Chieftec Polaris мощностью 750 Вт. Он полностью модульный сертификат 80 Plus Gold. Корпус буду использовать Дипкул CL500. Три вентилятора Дипкул будут работать на выдув. На вдув я поставлю три вот таких шикарных вентилятора Chromax от бренда Noctua. Они как раз только ко мне приехали, поэтому сразу их и использую в этой сборке. Так что компанию Noctua также благодарю за предоставленные крутые вертушки. Ссылки на все комплектующие использованные в этой сборке оставлю в описании. Термопасту буду использовать комплектную. Если же какие-то нюансы возникнут во время сборки, то о них я обязательно расскажу. Насчет высоты оперативной памяти, я уже говорил выше, что модули Patriot Viper Blackout имеют высоту 40 миллиметров и кулер никак не мешает их установке. И как видно на этом фото, если будете использовать оперативку высотой до 44 миллиметров, то проблем с установкой кулера вообще не возникнет. Сборка завершена и внешне полученный результат мне однозначно нравится. Серые вставки на кулере и такого же цвета панели корпуса отлично дополняют друг друга. Ну а теперь посмотрим, на что способен кулер в поседневных задачах. Для этого я воспользуюсь утилитой RealBench. Сразу хочу уточнить, скорость вращения всех корпусных вентиляторов зафиксирована и составляет 1000 оборотов в минуту. Итак, в RealBench есть два сценария, и первый – это тест, который совмещает себе нагрузку на всю систему в целом во время редактирования фотографий, кодирования видео и выполнения многозадачных операций. После его завершения, по данным HW-Info, максимальная температура процессора в тесте была 77 градусов, а максимальное энергопотребление процессора составило почти 215 Вт. Второй сценарий теста RealBench имитирует более высокие нагрузки на процессор. По завершению теста результаты такие – максимальная температура процессора 81 градус, энергопотребление 223,5 Вт. И я уже могу сказать, что полученные результаты говорят о том, что кулер Deepcool AK620 со своей задачей более чем справляется. Чтобы для себя перепроверить результаты первого сценария, я запустил рендеринг этого обзора в Adobe Premiere Pro, и полученные результаты получились идентичными первому тесту RealBench, а именно 77 градусов максимальная температура процессора и 214,5 Вт максимальное энергопотребление. Побегал несколько каток в Halo Infinite. Разрешение Full HD, настройки графики максимальные, и температуру процессора выше 65 градусов я не видел. В Cyberpunk 2077 после получасового скитания по городу температура процессора не превысила отметку в 70 градусов. Кстати, в играх вентиляторы кулера не превышали обороты выше 1200 и оставались акустически комфортными. В сценариях RealBench и при рендеринге видео обороты вентиляторов были немного более 1400 и их уже было слышно, но я бы не назвал этот шум критичным. В общем, получается, что с процессором Intel Core i7-11700KF в повседневных задачах данный кулер справился. А это в свою очередь значит, что с более энергоэффективными процессорами он также справится и обеспечит им достойное охлаждение. Чтобы завершить знакомство с кулером, запускаю злой режим в тесте Prime95. И здесь такая ситуация. Процессор начинает потреблять почти 300 Вт. Температура, как видно, сразу же поднимается до 96 градусов. Срабатывает Core Power Limit, который включен в биосе материнской платы, и соответственно процессор сбрасывает частоту до 4400 МГц. При этом его энергопотребление находится в районе 240-250 Вт. Кулер, в свою очередь, удерживает температуру на отметке в 90 градусов. И по моему мнению, это весьма достойный результат, учитывая, что его заявленный TDP это 260 Вт. Как итог, по моему скромному мнению, Deepcool AK620 это добротный процессорный кулер. Он в меру компактный, и для его использования не придется искать широкие корпуса, чтобы он влез по высоте. Также меня порадовала простота установки, его аккуратный внешний вид. Еще радует совместимость с достаточно высокими модулями памяти, а отсутствие ныне модной подсветки также для кого-то станет плюсом. В общем, если подыскиваете охлаждение для своего процессора, то обратите на него свое внимание, возможно это как раз то, что вам нужно. Ссылки с актуальными ценами на данный кулер добавлю в описание под этим видео после того, как он появится в продаже, так как он у нас пока не продается. Ну а на этом у меня все, не стесняйтесь ставить лайки, делиться своим мнением в комментариях, а также оформить подписку на мой канал, если еще не подписаны. Всем хорошего настроения, с вами как всегда был Джейсон, до скорого!